Это программа День с толком. В студии Артём Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Тотальный дефицит кадров. Министр здравоохранения края получил нагоняй за нехватку медиков. Вчера Казань, сегодня Пермь. Какие меры предпримут в Барнауле для повышения безопасности школьников? И снова в рост. Когда и почему могут подорожать на Алтае картофель и крупы? В Алтайском крае тотальный дефицит медицинских кадров. Такой вывод можно сделать после сегодняшнего заседания правительства, на котором губернатор Виктор Томенко жестко раскритиковал министра здравоохранения Дмитрия Попова за нехватку кадров. Во время своего доклада Попов сообщил, что регион укомплектован врачами лишь на 67%. Средним медицинским персоналом на 77%. При том, что 27% докторов уже пенсионеры и не сегодня-завтра могут уйти с работы. Молодые специалисты из вуза и училищ регионов здравоохранения идут неохотно. Каждый год около тысячи человек. И вроде бы меры принимают, в частности увеличивают число бюджетных мест, становится больше целевиков. Эффективно, по словам министра, работают программы «Земский доктор» и «Сельский фельдшер». За весь период привлечено в отрасль 1275 врачей и 251 фельдшер. Говоря о том количестве уволившихся, исполнили свои пятилетние обязательства и уволились после этого. Соответственно, 376 врачей и 39 фельдшеров, что составило 63,76%. То есть они отработали положенный срок. Людям не интересно, как эта система вся устроена, как она там работает, функционирует. Ему хочется, чтобы пришел и врач был на месте. И желательно, вторая часть вопроса, желательно, чтобы он был высоких компетенций, профессиональным и так далее. Вот. Но для начала их просто нет. И пока мы их теряем. Губернатор посоветовал министру здравоохранения менять подходы и предлагать другие меры по привлечению специалистов в медицину. От министерства ждут амбициозных планов и программ, резюмировал Томенко. Иначе кадровая ситуация будет только ухудшаться. И еще одна новость, связанная с кадрами в медицине. Ирину Шереметьеву официально назначили ректором Алтайского государственного медицинского университета. Об этом сегодня на заседании правительства края сообщил губернатор Виктор Томенко. Сами выборы прошли еще в конце мая. После того, как проректор Игорь Бабушкин снял свою кандидатуру, на должность претендовали двое. Ирина Шереметьева и еще один проректор вуза Дмитрий Ганов. Добавим, процедура выборов из-за пандемии была очень длительной и тянулась с 2019 года. К другим темам. В Алтайском крае, как и во многих других регионах страны, вновь задумались о безопасности учеников. Поводом послужила трагедия, которая на днях произошла в Перми. И если после стрельбы в Казани, которая случилась еще в мае, в школах края создавали так называемые антикризисные команды, в которые вошли педагоги, то сейчас речь и о реальной помощи школам. Что может защитить школьников Барнаула, расскажем в сюжете. Это кадры, которые на днях шокировали всю страну. 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров открывает огонь по студентам вуза. Погибло 6 человек, более 20 ранены. По данным СМИ, парень сейчас находится в больнице, ему пришлось ампутировать ногу. Эта трагедия еще раз показала, школы и вузы не должны охраняться бабушками и дедушками. В школе ребятишки детям проводили беседу учительница, и мы дома тоже. Здесь, я надеюсь, все будет нормально, все будет хорошо. Вот установили еще рамку. В обязательном порядке есть переносной брелок. То есть, если охранник какой-то необходимости у нас вынужден отключиться, и уже в случае опасности может также вызвать Росгвардию. Барнаульская школа номер 136. С момента своего открытия, то есть с 2020 года, для безопасности здесь нанимают частное охранное предприятие. На это в месяц уходит 50 тысяч рублей. С конворды этот охранник не разгадывает, носки не вяжет, но и оружия не имеет. Подготовка, наверное, психологически они проходят. Во-вторых, некие навыки рукопашного боя, может быть, некие самообороны, которые позволят обезоружить нападающего. Потому что педагогический состав не способен, он не обучается этому. Здесь есть лицензии, здесь есть работа, курсы подготовки, у них квалификация, перефалификация и так далее. Но часто у школ на таких бойцов нет денег, и родители не всегда готовы платить за частную охрану. Только на школы Барнаула на это требуется 40 миллионов рублей за один учебный год. Эту проблему накануне обсудили на заседании фракции Барнаульской городской думы. До конца календарного года выделено из бюджета города Барнаула чуть больше 20 миллионов рублей на 85 школ. До конца этого календарного года мы закрываем оплату частных охранных предприятий в каждом общеобразовательном учреждении города. Далее, после уже закрытия финансового года, эта сумма будет добавляться. То есть город Барнаул не оставит общеобразовательное учреждение без этой финансовой помощи. Кстати, по статистике, в стране только 20% школ могут в полной мере оплачивать работу чоповцев. Этот вопрос, вопрос безопасности, он все-таки вопрос и федерального значения. И может быть, это условия софинансирования. Я думаю, это, ну, как во многих проектах, это было бы очень хорошо, если бы эта помощь была муниципалитетам оказана. Потому что вот так наскребать и с муниципальных бюджетов, и со стороны родителей, наверное, это не совсем правильно. При этом многие уверены, закрыть тему Колумбайна только человеком в кабинке, то есть чоповцам, не получится. Сейчас обсуждается ряд и других предложений. Например, установить в школах электронные замки. Понятно, что в вопросе безопасности взрослым придется еще много работать, чтобы дети спокойно ходили на учебу. Но хотя бы помощь школам в оплате частных охранных предприятий – это уже большой и уверенный шаг. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Российские школы будут воспитывать детей по барнаульской методике. Такое заявление на днях сделала администрация города в своих соцсетях. Автор новой разработки – 53-я школа. Ее проект высоко оценило Министерство просвещения России и уже рекомендует его учреждениям образования – от Калининграда до Владивостока. О ноу-хау расскажет Анастасия Наборщикова. Никакого принуждения. На лицах детей – неподдельная радость. В 53-й школе старшие помогают младшим. Вместе ходят в столовую, готовятся к праздникам и к взрослой жизни. Все это внеурочная деятельность и выполняют ее вожатые ученики 5-11 классов. Те, кто помладше, их подопечные. Сегодня Министерство просвещения советует создать такой симбиоз в каждой школе. Рекомендации рассылают по всей стране. Вопрос о том, чему учатся дети в рамках этой деятельности. Прежде всего, это общение в разновозрастных группах. Это прежде всего. Второе, конечно, у них во время этого проекта повышается самооценка. Это умение выстраивать детско-взрослые отношения. В теории такой подход избавит школу от буллинга. Более того, в школьных стенах детям станет комфортнее. Правда, психологи уверяют, что здесь нужно быть предельно аккуратными. Такая безопасная, хорошая, развивающая среда будет. Если же все-таки это тонкая грань, если не обучать, опять же, старшеклассников, у кого какие-то мысли, как они это видят, мы же не знаем, как это будет происходить. Соответственно, здесь немножко какой-то риск, не будет ли любимчиков, не будет ли, так скажем, отношение такое, что ты не прав, а ты прав. Словственное желание или это обязанность вообще? Нет, нам и самим нравится работать с детьми. Ну, знаете, когда вот они смотрят на вас глазами такими, хотят больше информации впитать в себя, и радостные их улыбки от того, что пришли именно мы к ним, намного старше люди, не учителя, мы их, может, больше понимаем в каких-то вопросах. Они мне нравятся, они очень хорошие и добрые. Не обижают? Нет, я хочу научиться правильно соблюдать, как нужно правильно проходить пешеходный переход. Хочешь сам в будущем так же курировать младшие классы? Да. Почему? Потому что, чтобы никто не сбился, чтобы никого не сбили. Но так или иначе, в 53-й школе все под контролем педагогов. Правда, учителя уверяют, что они исключительно наблюдают, при необходимости помогают и направляют, но ни в коем случае не назидают. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком. Дефицит картофеля возможен будущей весной из-за плохого урожая в этом году. Нехватку овоща не исключают местные сельхозпроизводители. Они рассказали нам, что в России в целом, и в Алтайском крае в частности, в этом сезоне с одного гектара собирают вдвое меньше клубни, чем в прошлые годы. Неурожай картофеля, предостерегают эксперты рынка, может привести к росту цен весной будущего года. А вот до конца этого произойдет удорожание импортных овощей и фруктов. По прогнозу, в среднем на 7-8%. Происходит это, по мнению специалистов, из-за роста цен на упаковочный материал и доставку. Ожидается, что заметнее всего прибавят в цене огурцы, томаты и яблоки. Добавим, до конца года, по оценкам участников рынка, на 40% вырастут и крупы. Марнаульские пассажироперевозчики вновь просят поднять тариф на проезд в общественном транспорте. С предложением о пересмотре цен на билеты они обратились в мэрию Барнаула. Владельцы регулируемых городских маршрутов не вправе самостоятельно повышать стоимость проезда. Но считают, что необходимость пересмотра тарифов давно назрела. По словам директоров пассажироперевозящих компаний, для этого есть несколько объективных причин. Это и топливо, это и пересмазочные материалы, это и запасные части. То есть везде, в районе 30-40% везде рост на составляющей. Это необходимость повышать заработную плату, чтобы сохранить трудовые коллективы. По оценкам перевозчиков, билет должен стоить минимум 28 рублей. При этом даже такая стоимость проезда, считают руководители предприятий, не позволит комплексно обновить автопарк. В администрации Барнаула нам сообщили, что сейчас изучают предоставленные транспортными предприятиями документы, их затраты и оценивают пассажиропоток. После аудита мэрия должна предложить новую линейку тарифов на проезд в общественном транспорте. Житель Казахстана уже 10 дней живет в КамАЗе, который не выпускают из Барнаула. Причина – габариты прицепа, больше положенных на 4 сантиметра. 4 метра 4 сантиметра. Сказали, что перебор, максимальная высота должна быть 4 метра. Беда и капкан Айдоса Сабирова – высота прицепа. Уже больше недели казахстанец живет в Барнауле рядом с весовым контролем. Здесь его 14 сентября остановил Ространснадзор. Его сотрудники предположили, что размеры прицепа КамАЗа превышают нормативы. Несколько дней мужчина ждал перезамера, в это время чинил двигатель. А когда несоответствие подтвердилось, в отношении Сабирова составили протокол, а на колесо КамАЗа надели башмак. Нету каких-то законов, нормативных актов, чтобы я мог уехать отсюда. Айдос уже утепляет кабину и вынужденно обживается. После нашего материала заложнику ситуации стали помогать обычные люди. Расскажите, какую помощь вы получаете? Мне вот ребята привезли воды питьевой, потом привозят продукты. Знакомимся. Позвоните, неравнодушные люди. Наши телефоны. Вадим, Валентина. Чай. Чай, печенье, да? Газ. Да. Газ для плитки. Если продукты вам привозят, в плане питания все нормально, но скоро у нас похолодание будет, что у вас с одеждой? Я надеялся, что попаду домой в скором, и особо теплых вещей нет. Переселяться в гостиницу мужчина не хочет, машину оставить не на кого. Услуги юристов и барнаульских, и из Казахстана не по карману. В те временем Айдос уже популярен в Барнауле. Коллеги останавливаются, здороваются, узнают новости. Вы же по спецразрешению ездите. Везете груз уже по спецразрешению. А это порожнее. У меня нет груза. Я так думаю, если загрузить груз, то я думаю, он сядет на эти 5-6 сантиметров. Этого спецразрешения теперь ждет Айдос. Делать его могут до 20 дней. Либо более радикальный для прицепа вариант. Предлагаю взять пилу и спиривать внутри стойки, чтобы опустить на 4 сантиметра. Но и этот вариант не без проблем. Доехать до шиномонтажки нельзя из-за башмака. Настоящий капкан, но правомерно ли? Об этом спрашиваем прокуратуру. А тем временем ночные температуры в Барнауле уже ушли в минус. Айдос очень надеется, что ему не придется зимовать в Сибири в кабине машины. Я просто ехал домой. Я не могу доехать. Анастасия Драган, Данил Захаров, День с толком. Следственный комитет края начал проверку по факту недобросовестно построенного жилья для детей-сирот в Алтайском районе края. Данный факт заинтересовал правоохранителей после того, как мы рассказали о нем в эфире. Тут все полностью было затоплено, как бы можем показать. Это все с января месяца здесь происходит. Приехал мужчина, сантехник, он сказал, что в доме находиться нельзя, потому что вот эти вот все отходы нашей жизнедеятельности, они излучают газы. То есть мы можем не проснуться ночью. Эта трещина идет с двух сторон, она на сквозная. Сейчас правоохранители начали доследственную проверку. Они собирают и изучают факты, допрашивают жителей. Если случаи нарушения прав детей-сирот подтвердятся, будет возбуждено уголовное дело. Смена министра спорта Алтайского края может произойти в ближайшие полгода. По крайней мере, многие региональные СМИ сообщают, что власти ищут замену действующему руководителю ведомства. Причина – предполагаемый переезд Перфилева в Москву. Правда, сам он пока опровергает информацию о том, что может покинуть пост министра края. Впервые о возможной смене руководства в Министерстве спорта заговорили пару месяцев назад. Тогда Перфилев пояснил, что в принципе не против работать на федеральном уровне, но уезжать из края не собирается. Сейчас эта тема вновь возникла в информационном пространстве. Поводом послужила информация от источников, приближенных к правительству края. Но и сейчас Перфилев ее отрицает. Говорит, что все это слухи. Как уже говорил неоднократно, работу и продолжаю работать в одной команде с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Слухи о повышении недостоверны. При этом многие СМИ сообщают, что власти края уже сейчас рассматривают несколько возможных кандидатур на пост министра спорта. В числе претендентов Андрей Щукин. Сейчас он занимает должность заместителя начальника управления юстиции края, а ранее возглавлял Алтайское отделение ЛДПР. Однако пока и Щукин не подтверждает разговоры о кадровых перестановках и отмечает – никаких переговоров не вел, есть кандидатуры достойнее. Четверо жителей Алтайского края претендуют на звание народного мастера региона. Впервые его начали присваивать еще в 2010-м. Сейчас им в регионе обладают 32 человека. В отношении сегодняшних претендентов принимать решение будет специальное жюри. Ну а посмотреть работы потенциальных народных мастеров можно на экспозиции. Она накануне открылась в Музее литературы, искусства и культуры Алтая. Все они разные, но в чем-то похожие. Создают настоящие шедевры из дерева, керамики, металла. В этом году на звание народного мастера Алтайского края претендует 4 человека – представители Белокурихи, Барнаула, Павловского и Алтайского районов. Казачий атаман Владимир Ростовых живет в Павловске. Плетением из ивового прута занялся по необходимости. Требовалось тренировать руки после аварии. Ну получаете же теперь удовольствие от того, что плетете? Или нет? Получаю. Что-то новенькое. Когда вот что-то я увижу или услышу, или где-то подсмотрю. Если посмотрите портфолио, там увидите. Такие, ну, у меня росы выше, например, животные, люди из прута. Это интересно мне. Ну, уже, как говорится, вкладываешь и художественное что-нибудь, или как художник, хотя и не художник. Заслуживает ли он звание народного, Владимир сказать затруднился. Но его творения народу нравятся. И многие с удовольствием покупают плетеные вещи. А вот Николай Маняхин из Барнаула ничего не продает, просто дарит. От этого получает удовольствие. А еще очень любит работать с детьми. Он преподаватель резьбы по дереву в Центре творчества. Когда вижу их светящие лица, глаза, наполненные гордостью, что у них что-то получилось. Когда они забирают свою работу и несут своим родителям дарить, так сказать, вот это меня подпитывает и испытываю за это гордость. На картинах и в его скульптурах «Животные люди» сейчас увлекся православной тематикой. А это керамические работы еще одного претендента Зинаиды Корчагина из Алтайского района. Бык – произведение кузнеца Анны Белецкой из Белокурихи. Кстати, чтобы стать народным мастером, каждый из претендентов должен не просто творить, но и заниматься просветительской работой. Когорда мастеров, которая в прежние годы сформировалась, она давно уже представляет Алтайский край на всяческих родах культурных, туристических и прочих презентациях мероприятий. Собственно, иногда по ним судят об уровне развития культуры в крае, в нашем регионе. Выставка претендентов на звание народного мастера Алтая будет работать до 17 октября. Своё решение комиссия огласит на закрытии выставки. Кстати, кроме диплома и всеобщего уважения, обладатель звания получает 50 тысяч рублей единовременной выплаты. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. И в завершении выпуска еще одна позитивная новость. В этот уикенд в парке Изумрудный пройдет сушка. Со строительными работами это никак не связано. Барнаульцам предлагают показать свои фотошедевры. Фотосушка – всероссийский проект, который 11 лет назад придумали питерцы. С тех пор выставка прошла более чем в 100 городах России, и вот, наконец, Барнаул пополнит этот список. Сушка – формат фотовыставки, который объединяет фотографов разного калибра, любителей и профессионалов. Свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание ее будущему обладателю. Также свое фото можно обменять на любое понравившееся. Собираются и музыканты, и поэты, и фотографы, и любые творческие ребята и самовыражаются. Хорошая атмосфера, добрые отношения. Ребята читают стихи, играют на музыкальных инструментах, поют песни и представляют свои творческие работы. Вот такой проект Сушка. До встречи!